ключ я отдам я отзвонюсь что я все сделал я даже вам как бы все расскажу вам стоять можно говорить о какой-то идее когда не работает и согласись мои вот вины вот мои слушайте вот так оно должно звучать я вот это место струны которые у нас почему-то по какой-то причине лопнули у нас конечно они был уж на и новых не нашлось можно наблюдать что вот видите какие мы делали петли они конечно профессионально но мы вынуждены потому что другого у нас материала нет таким образом а вот и я так сказать вчера сделал небольшую цвековку температур мы сейчас проверим который у нас насколько они вот это держит эти у нас были не менее на его там отмененная была на струна ведь это не ушло я вчера это вот это уже струна практически а вот это вот видите одна из струн причем мне смотреть ведь она кривая даже она постепенно мы сейчас ее потянем и надеюсь что она будет а вот вот это тоже меняли видите если вот так вот видно она правильный тон дает а где еще отмененная так вот эти вот вот тоже видите поставили мы вчера струну она практически тот тон дает то есть не бойтесь если у вас струна оборвалась вот качественные делайте самое главное здесь помните вот чтобы были вас кольца друг дружке прилегать их видно здесь да где там два витка где четыре как у вас получится и устанавливайте у вас будут хорошие добрые струны спасибо за внимание вот в некоторых случаях в импортных пианино у нас имеется вот так называемая пластина который фиксирует молоток да вот ее сейчас я все свечу даже вот на ней имеется регулировочный называется винт шоу как можно сказать дай его скрю на английском языке вот допустим появился у вас незначительный люфт молотки вот конкретно там у нас мы видим почему у нас не зафиксирован основной который вот на стенке его идет да вот сейчас я найду такой который а вот смотрите здесь вот хорошо видно основная втулочная часть соединения на так называемый капсюль вот он здесь на зажигалку бери вот капсюль да вот этот вот здесь вот здесь я показываю с двух сторон этот молоток вот он закреплен то есть он не шатается сам по себе молоток зажигалку верить вообще вот не шатается но при этом у у нас вот есть регулировочный винт я что делаю я вот его тонкой шалом отвертку выставляю сюда на вот я выставил вот грани чтобы не не собрать ничего и вот сейчас немножко быть неудобно я руку так занесу молоток придержим заголовку и смотрите если возможно то можете ее подтянуть вот это молотки уже вот здесь видно что втулочка шатается сама сначала предварительно ее заверните что можно добиться но и опять же сверитесь можно вот так вот нет уже все здесь закручен здесь кстати видите стоит хорошо то есть здесь винт вот этот хорошо закручен и это здесь тоже хорошо вот здесь можно попробовать я вот сейчас тоже ставлю вот чуть-чуть он пошел значит для чего это нужно вот люфты в молотках они потом значительно изменяют по стану вот видите даже наверно видно что он чуть-чуть двинулся о и кстати говоря чуть-чуть жесткость увеличилась люфт немножко ушел за чего это нужно когда мы при ударе молотка чтобы он полноценно ударялся по струнам и отскакивал а чтобы не было у него дополнительной кинематики движения то есть и справа влево так чтобы он не ходил вы можете эту процедуру почему мы подтягиваем дело все в том что со временем те капсули где стержень находится у нас штифт основной на котором молоток закреплен они начинают вырабатываться то есть вот этот материал с которым он готова он имеет выработку а пластинка на вот это она просто позволяет при прижать немножко к этому винту и соответственно вот этот люфт убрать поэтому эту операцию можете значит удалив механику фортепиано можете вот так и еще момент когда у нас фигурка разболталась то есть люфт тоже бывает можно вот его выяснить то есть ниже вот сейчас вот так направьте на что у нас смотрите от эксплуатации ни один винт вот я сейчас проверяю он практически я хочу найти такой чтобы вам показать нет у нас они все даже за это время эксплуатации сколько два года то есть железно у нас стоят но чтобы было вам понятно я значит покажу как это демонстрационно вот ведь я немножко сейчас отвернула это конечно значительно что происходит зажигалку убери этим вот смотрите наверное видно что у нас капсюль сам не зафиксирован и фигурка у вас который будет соответственно молоток она видите можно вот отсюда показать вот отсюда так не сможешь сейчас так вот видите что у нас фигурка свободно ходит таким образом пока до молотка она чтобы на удар она ведь проходит излишнее движение право влево сейчас вообще уже сбалталась поэтому эту операцию можете сделать самостоятельно в данном случае тоже чтобы вы чувствуете так установили ее точно поравняли когда фигурку и фиксируете и так что вот видите даже дальше она не пойдет и при этом ведь мертва уже еще раз возвращаясь начало точку мука все сначала убедитесь минут вот что здесь стоит у вас ровно то есть тот начало регулирующий и потом таким образом у вас молоток будет эксплуатироваться как говорится долгой и качеством спасибо и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон»